...действия активистов СтопХама по отношению к Нему, да и вообще по отношению к кому бы то ни было. И, наверное, хотел бы выразить в этом плане свое мнение. Честно вам скажу, что я, конечно, против того, что у кого-то есть особое положение, что кто-то может нарушать правила дорожного движения. Но, тем не менее, я считаю, что не должен никто и не имеет права никто устраивать судлинча. Ведь у нас достаточно много явлений, которые нас раздражают. И если мы все будем пускать на самотек, то, наверное, мы просто получим убийство, мордобои и без того достаточно серьезный высокий уровень социальной напряженности. Еще раз подчеркиваю, я не поддерживаю никоим образом Нему. Давайте представим себе ситуацию. Вот, в частности, мужчины, которые сейчас, может быть, смотрят меня. На глазах вашей жены, которая сидит рядом, по сути дела вас как мужчины унижают, когда подходят какие-то неизвестные молодые хлопцы и начинают что-то наклеивать на машину. Ведь ситуация, когда вы стоите вторым рядом, не выходя из машины, а стоите вторым рядом и ждете, когда освободится парковочное место, оно, по сути дела, сплошь и рядом. Это делают не только Немов, не только какие-то депутаты, чиновники. Это делают, наверное, любой гражданин Российской Федерации, особенно находясь на территории Москвы. Потому что такая ситуация, к сожалению, с парковками. Но почему кто-то имеет право подойти к моей машине, простите, и наклеить, это моя частная собственность, и наклеить что-то по своему разумению на лобовое стекло? Я считаю, что это самая натуральная провокация. Я считаю, что когда это происходит на глазах жены, вот положа руку на сердце. Мужики, первую очередь вопрос к вам. Вы бы выступили, извините, как самые натуральные лохи перед своей любимой женщиной, когда на глазах ее, на глазах ваших, вашу частную собственность, на вашу частную собственность покушаются. Я думаю, что любой из вас вышел бы и дал по морде, что, собственно говоря, сделал Немов. Другое дело, что, конечно, он тоже, если подходить с точки зрения права, он тоже занялся самоуправством. Он тоже должен был, по большому счету, отреагировать, вызвав наряд полиции, и сказать, что вот, пожалуйста, зафиксируйте хулиганство, и, соответственно, вот это будут правовые аспекты. То есть, получается, у нас хамство порождает хамство. Первое хамство, то есть он не нарушил закон, но они должны были вызвать, я всегда когда спорил с активистами СОПХАМа, я им говорил, ну, вы возьмите, вызовите сотрудников полиции и заставьте, собственно говоря, чтобы они оштрафовали этого нарушителя. В конце концов, вы можете задержать эту машину, да, если он действительно совершил правонарушение. Это есть такой элемент, как гражданский арест, допустим, там, да, или зафиксировать на видео, передать эти видеоматериалы, как делают некоторые активисты, передать эти видеоматериалы в ГИБДД, пусть ГИБДД наказывает, собственно говоря. Но вы не имеете права никакое распускать руки и прикасаться к чужой частной собственности. Поэтому, еще раз подчеркиваю, я считаю, что все-таки Немов, конечно, перегнул палку, чисто говоря, с точки зрения закона, перегнул палку, когда подошел и дал активисту СОПХАМа по морде. Но как мужик, как мужик, я его полностью поддерживаю, потому что, честно вам скажу, как мужик я сделал бы то же самое. Хотя, наверное, окажись я в этой ситуации, наверное, конечно, я был бы помудрее, хотя, честно вам скажу, кипело бы все внутри. Кипело бы все внутри. И, в общем, бы хотелось подойти. И мой удар, поверьте, был бы гораздо более в точку, нежели удар Немова. И, ну, это все неправильно. Я считаю, что неправильно. Ну, какие еще у вас позиции? Спасибо. Вот я вижу, вы пишите комментарии, в основном как бы поддерживаете. Конечно, это прикольно. Может быть, то, что делают СОПХАМовцы, кому-то это нравится. Это драйв, это прикольно, там, да, это круто. Кому-то замечательно. Но, извините, есть закон. Если мы хотим жить в правовом государстве, то давайте все-таки жить по закону. Да, вот я согласен. Пишите. СОПХАМ тоже. Да, СОПХАМ не просто тоже. А СОПХАМ нарушает гораздо серьезнее. Потому что припарковать машину. Это все-таки припарковать машину. За это есть штраф предусмотренный. Понимаете? И это простая статья достаточно. А когда они навешивают вот это на стекло лобовое, я разговаривал с теми, кто пострадал от них. И вот краска, даже когда ты отдираешь вот эту липучку, остается все равно вот этот клей на лобовом стекле. И даже когда идет дождь, как бы ты не оттирал все, и когда идет дождь, все равно дождь уже по-другому смывается. Да, я согласен, что надо людей учить. Ну давайте людей учить. Вот подошел, человек идет, допустим, человек курит. Каким? Взял бы, бросил бычок. Вот простой пример. Ну что тогда сделать по логике СОПХАМовцев? Ну давайте подбежим, возьмем этот бычок и закинем ему в карман. Или может быть, ну давайте тогда подойдем этот бычок, ему затушим. Если вот я окажусь поздоровее, возьму бычок и затушу ему об лоб. Ну это тоже, да, вы же осуждаете, что люди бросают мусор. Или давайте мусор вот человек бросил, подойдем, будем в карманы складывать. Вот как быть в данной ситуации? Я согласен, что нельзя нарушать закон, но надо наказывать. Я согласен, что нужно, конечно, расширять количество парковок, но поймите, Москва тоже не резиновая. И наделать парковки везде, это просто нереально. Но сейчас у нас тема, в общем-то, не о парковочном пространстве, а в целом о ситуации. Ну, может быть, при сигаретах это бред, хорошо приведите любой другой пример. Например, нарушение каким-то физическим лицом чего-то другого. Здесь человек нарушает правила дорожного движения, там человек нарушает тоже кодекс административных правонарушений. Потому что мусорить нельзя. Или, допустим, человек курит хорошо в неустановленном месте. Давайте другой пример приведем. Человек курит в неустановленном месте. Это же нарушение закона, нарушение закона. Подходят к нему такие же, как стоп-хамовцы. Какие вы предлагаете меры для вот этого курящего в незаконном месте? Что бы вы, как а-ля стоп-хамовцы, сделали с таким человеком? А они с нами, так и мы с ними. Вы кого имеете в виду? Кто они? Я знаю, что стоп-хам снимает человека и потом выкладывает. Я вам привожу пример. Давайте представим, что человек курит в неустановленном месте. Какие? Ну, наклейкам на лоб. Ну, хотел бы я посмотреть, как вы отреагируете, когда к вам кто-то подойдет наклеивать на лоб. Я считаю, что справедливость, и человек скажет, ребят, не надо мне ничего наклеивать, вызывайте сотрудников ДПС, я готов ответить по закону. А человек, мы не оспариваем, что парковаться вторым рядом можно или нельзя. Это абсолютно очевидно, что нельзя. Но в данной ситуации человек не просто парковался, он стоял на аварийке и ждал, когда освободится место. Вот я езжу по Москве за рулем часто, я постоянно вижу, я постоянно вижу, как стоят люди, они не уходят из машины, они остаются в машине и ждут, когда кто-то выезжает, потом становится на его место. Ну, я немножко не понимаю, как можно взять в руки правительству, чтобы они не нарушали закон, потому что либо... Ну, я не знаю, как всегда.